Экс-глава государства Игорь Дадон остается по домашним арестам еще на 30 суток. Решение сегодня принял столичный суд сектора Чеканы по запросу прокурора. Также были сохранены все введенные ранее ограничения, заявил журналистом гособвинитель. Сам Дадон заявил, что намерен обжаловать решение станции и не исключил, что как на партию, так и на его родственников будут продолжать оказывать давление. Суд продлил домашний арест еще на 30 суток. Таким образом, ходатайство было удовлетворено в полном объеме с сохранением ранее введенных ограничений. Слушание по запросу прокуроров продлить домашний арест Игорю Дадону прошло без присутствия его самого. При этом суд отклонил запрос прокурора ограничить телефонные звонки, получение отправку письма и использование других средств связи. Прокуроры не исключили, что обжалуют это решение в апелляционной палате. Уже орган уголовного преследования должен высказаться. Мы изучим заключение и в зависимости от ответа воспользуемся тремя днями, если посчитаем нужным его опротестовать. Находясь под домашним арестом, Игорь Дадон успел дать два интервью СМИ, в том числе одному из российских телеканалов, в котором рассказал о своем аресте. Депутат от ПДС Раду Мариан даже призвался и проверить обстоятельства, при которых состоялось это интервью. В одном из телеэфиров он выразил мнение, что компетентные органы должны выступить с разъяснениями. Сам Дадон прокомментировал сегодняшнее решение суда в соцсети, отметив, что это не стало для него неожиданностью. Принятое решение в любом случае будет обжаловано, так как мотивов для продления домашнего ареста прокурор не представил. Ожидаем нового давления на моих близких и на партию социалистов. Хочу еще раз предупредить нынешнюю власть о том, что прикрывать свою некомпетентность и нарастающую в стране проблемы не получится. За все придется ответить, написал Дадон в Фейсбуке. Ранее в администрации президента заявляли, что не комментируют политические заявления. Игоря Дадона поместили под домашний арест 26 мая. В его доме, а также других объектах недвижимости, якобы принадлежащих ему через посредников, нашли большие суммы денег и различные предметы роскоши. Экс-главе государства вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной организацией. Сам он обвинение отвергает.